Мак МакЛанг Скорее всего, для многих из вас так и осталось в том далеком 2018-м Но где он сейчас? Как провел время в университете? Где был на драфте? И почему его имя связано с Лейкерс, Чикаго и Голден Стейт одновременно? Обо всем этом мы поговорим с вами сегодня в этом самом выпуске Но перед началом большой палец вверх, приятного вам просмотра и погнали смотреть Итак, университет Мак МакЛанг, будучи большим фанатом Аверсона еще в школе Дает устное обещание поступать в то же самое учебное заведение, что и Мистер Ответ И обещание он свое, надо сказать, сдерживает В 2018 году Мак зачисляется в Джорджтаун, откуда стартует его взрослая баскетбольная карьера Если рассматривать дебютный сезон, то школьный феномен был в нем практически так же хорош, как и в старших классах Да, статка, понятное дело, чутка просела, но набирать по 13 очку, делать по 2 передачи и собирать по 2,6 подборов в среднем для гарда в дебютный год Это очень и очень неплохой показатель К тому же, благодаря такой продуктивности на площадке, он по итогу чемпионата попадает в команду All Freshmen Big East Дважды становится новичком недели, становится третьим по результативности игроком в ростере Все 29 матчей появляются в стартовой ротации и вообще продолжает быть тем самым Маком МакЛангом, которого мы наблюдали еще в школьные времена Взрывной, атлетичный, любящий устраивать шоу-тайм на площадке и порой перетягивать на себя одеялко И это отмечалось, конечно же, не только обывателями, но и скаутами и аналитиками И за что, надо признать, по делу Маку МакЛангу от них доставалось Мол, атлетизм это, конечно, супер, но с таким процентом бросков издали Организация, так как плеймейкера и потерями равными 2 штукам в среднем, что равнялось количеству результативных передач Далеко уехать в серьезном баскетболе не получится И с чем, согласитесь, сложно было не соглашаться Но не стоит при этом забывать, что это был всего лишь дебютный год фрешмена А значит, останься он в университете еще, ну, хотя бы на годик И есть вероятность того, что недочет он все свои относительные игры поправит Над бросочком поработает, в систему команды встроится еще лучше И вот тогда Джорджтаун и персонально Мак МакЛанг станут еще сильнее Что произошло на деле? Наш герой действительно остается на еще один годик в NCAA На травте, на тот момент, кто вдруг и забыл, осносили всем крышу Зайан, Джа и Бэрретт Перед ними на год ранее в лигу залетали Лукатрой и Эйтан Что давало, в принципе, понять Маку на 100% Какому стилю и яркости игры ему необходимо соответствовать Чтобы ярко засиять где-то там на будущей лотерее Второй год начинается для него с того, что лидеры в лице Джесси Гована И немного позже Джеймса Акинджа команду покидают Освобождая при этом для Мака, по сути, простор для самореализации Он с результатами в 15-7 очков, тремя передачами и 1-8 потерями Занимает лидирующую строчку по статистике в команде Но сталкивается при этом с другой проблемой А точнее, сразу же с двумя проблемками Во-первых, травма В феврале 2020 года из-за повреждения правой ноги сначала на тренировке А потом в игре он был вынужден сыграть всего лишь 21 матч в чемпионате И что, судя по слухам, сильно опустило его позицию в МОГах Во-вторых, проблема с тренером О втором трабле вообще разговоров ходила масса Патрик Юинг, тренировавший Джордж Таун на тот момент третий год к ряду Славился далеко не самой лучшей репутацией в лиге, как коуч За ним часто было замечено то, что он пытается комбинировать на одних и тех же минутах Игроков, занимающих одну позицию Притом конкурирующую, как было с Акинджа и Маком И из-за чего, по слухам, в декабре Акинджа и решил поменять место дислокации Было замечено то, что он пытается вербовать Хотя это запрещено игроков, которые не совсем при этом подходили ему в ростер И было замечено, что он не совсем как бы осведомлен по части того Что стоит говорить в СМИ, а что не стоит Так случилось с Маком Наш герой, несмотря на травму и не самые лучшие показатели Джордж Тауна в сезоне Хотя в итоге это были далеко не самые плохие показатели, как мы можем видеть сейчас Решает, что ему все-таки пора выставляться на драфт Нанимает себя агента Тот начинает прощупывать почву и интерес к персоне Макланга И понимает, что скауты ажиотажа к яркому Маку не испытывают вообще Приводилась даже цитата Отзывы, которые мы получили от команд NBA заключаются в том, что они хотят видеть более результативного игрока Игрока, роль которого как плеймейкера была бы куда более важной В этот момент Юинг в СМИ сообщает, что расстроен уходом своего лучшего игрока Что он как бы даже был и не в курсе, что это произойдет Но при этом желает тому удачи во всех его начинаниях А Мак вместе с агентом, осознав свое положение, при этом достаточно шаткое Принимают закрытое решение о снятии кандидатуры с драфта Правда, проблема заключалась в том, что Патрик, будучи проинформированным заранее о том, что Макланг скорее всего в лотерее участвовать не будет Берет и зачем-то рассказывает в подкасте о том, что Макланг оказывается на драфт не идет и бла-бла-бла Хотя ни от игрока, ни от его агента официальной информации еще не поступало Как итог, Макланг после этого действительно объявляет в СМИ, что снимается с драфта Но в Джорджтаун при этом возвращаться он не намерен Впоследствии прямо от него мы так и не услышим Стал ли тот слив информации от Юнга прямой причиной его ухода или нет Но по итогу летающий маг университет покидает вот с такими вот словами Хочу найти место, которое смогу назвать домом Место, где стану частью семьи Место, которому помогу добиться успеха И в общем-то вот на этой высокой ноте наш герой отправляется в Техас Тэч Там, проведя всего лишь год, он как под копирку повторяет свой второй сезон за Джорджтаун Снова лучший по части статистики Снова выход на драфт с сохранением при этом возможности вернуться в NCAA Но теперь он решает пойти до самого конца То есть, несмотря на все такой же слабый интерес, проявляемый к его персоне Он рискует не возвращаться в универ И остается по итогу невыбранным на лотерее 2021 года После такого провала, к которому, я думаю, маг Макланг был в принципе готов Его карьерный путь пролегал через задний ход То есть через G-лигу Первой командой, которая решает взяться за развитие новичка, становится Лейкерс Они подписывают с Маклангом двухсторонний контракт Спихивают его, естественно, в South Bay Lakers Где он и проводит доминирующее количество времени Показывая там при этом настоящий прорыв по части цифр И удостаиваясь даже чести сыграть один настоящий матч в Национальной баскетбольной ассоциации Но не за Лейкерс, как вы, наверное, подумали А за Chicago Bulls Случилось это так, потому что 22 декабря 2021 года Макланг подписывает 10-дневное первое соглашение с быками И те, не поняв, видимо, что Мак за фрук такой Решают даже выдать ему второе 10-дневное соглашение уже 1 января Попутно разрешив 29 декабря сыграть свой дебютный поединок в NBA Ну, хотя, как сыграть? За смехотворные 2 минуты 33 секунды Максимум, что успел сделать Мак Это один раз забить, один раз потерять мяч И, скорее всего, понять, что отношения с клубом из Чикаго Ну, по крайней мере, с основой Для него точно закончились Что, собственно, в будущем и случилось Поэтому сразу после дебюта Макланга снова возвращает в J-лигу Но уже в качестве игрока фармклуба Быков Там он, несмотря на, наверное, дезморальку Продолжает валить по полной программе В первой же игре после ссылки Он набирает 19 поинтов против Motor City Cruise С 40% реализации из Дуги С 7 передачами допускает при этом Всего лишь одну нетипичную для него потерю Что дальше? А дальше опять возвращение к Леккерс Вообще, надо сказать, что, несмотря на такие вот путешествия Всего лишь за один год Мак не то, чтобы не сбавил хода А, напротив, от матча к матчу Старался прогрессировать и набирать Итогом его первого сезона Становится звание новичка года в J-лиге И еще одна игра в Национальной баскетбольной ассоциации 10 апреля Фрэнк Вогель вызывает нашего героя В основу, разрешая ему провести на площадке Аж 21 минуту И Мак крайне успешно их отрабатывает Цепкая игра в обороне Три подбора Шесть очков Четыре из которых Макланг добывал Благодаря забитому из луги с фолом И еще два очка он набирал в своем фирменном стиле Такой перформанс, казалось бы, точно должен помочь парню Получить еще один шанс Ну, как минимум, на закрепление в основе Но... Нет После поединка с Денвером Боли он в основной ротации Леккерс Не числился А продолжал пахать на тренировках И разваливать в лиге развития Завершив чемпионат 21-22 в составе South Bay Lakers Все его персональные фанаты наверняка ждали Когда же наступит момент и возможность дать Маку Поиграть в California Classic плюс летней лиге И момент, надо сказать, этот настал California Classic закончилась тем, что против хиты Golden State Мак набрал 17 и 9 очков соответственно Становясь четвертым по результативности игроком в California Classic в целом Плюс, благодаря тому, что в составе Golden State Warriors Выбранный на драфте Райан Роллинс Получил стрессовый перелом стопы И выбыл на все лето вообще Это освободило позицию гарда в команде А Макланг, которому почему-то Леккерс Так и не дают шанса проявить себя по-настоящему По-быстрому подсуетился и понял Что это, в принципе, его шанс Для того, чтобы закрепиться в другой команде И, в принципе, все последнее время Он проводит в ротации Golden State Ну, как в ротации? В ротации в летней лиге И успешно достаточно себя там проявляет 22 очка, 6 подборов и 6 передач Плюс масса хайлайтов Соответственно, была им добыта в поединке против Сан-Антонио На мой дилетантский взгляд Мак, конечно, серьезно вырос в игровом и физическом плане Его бросок из дуги больше не вызывает никаких вопросов Уровень личного мастерства по части контроля мяча Находится на совершенно новом уровне Плеймейкинг позволяет, наконец-таки, создавать движение мяча Не только для себя, но и для партнеров А скорость, прыжок и атлетизм продолжают оставаться той визитной карточкой За которую многие Мака Макланга и полюбили На данный момент, правда, остается совершенно неясным Получит ли от воинов Мак Макланг двухсторонний контракт Сможет ли пробиться в тренировочный лагерь Вообще, какое впечатление он может произвести на команду Но инсайдеры уже доносят информацию о том Что, отпустив Гарри Пейтона второго Мак вполне себе может стать его более дешевый в денежном плане С заменой И если это действительно произойдет То я лично буду очень сильно надеяться на то Что Golden State подарит миру NBA Еще одного классного игрока Который, пройдя через их систему развития Надолго в будущем сможет закрепиться в лучшей лиге мира Можно ли сейчас говорить о том Что Golden State совершили очередной стил классного игрока у Лейкерс Как это было, допустим, с Пейтоном Ну, наверное, все-таки нет Ибо до того момента, как Мак не оказался на паркете в NBA Фантазировать мы с вами можем вообще все, что угодно Но только лишь игровые результаты смогут нам дать честный и справедливый ответ на вопрос Хороший ли игрок Мак Макланг или же нет Упущение ли это Лейкерс как франшизы И стоит ли вообще говорить о том, что опять Лейкерс потеряли самоцветы И валяющиеся у них прям вот под ногами Все-таки Скотти Пиппин-младший, Алекс Каруза, Шариф О'Нил, Остин Ривз и многие другие Этих игроков без Лейкерс или же фарм-клуба Лал Возможно, вообще никогда бы не появилось А значит, в неумении развивать или искать молодые таланты Упрекать франшизу, ну, точно не приходится Другое дело, что применение этих самых талантов обычно вызывает некоторые вопросы Но это разговор совершенно иной плоскости Поэтому пока что предлагаю остановиться на том, чтобы просто пообсуждать будущее Мака Макланга в NBA Если вы его таковым видите И его игру на паркете прямо сейчас В общем, напишите в комментариях прямо сейчас, как вам игра Мака Макланга Считаете ли вы, что он перерос тот самый стереотип, который был привязан к нему еще в школьные годы Что он просто классный данкер и не более Готов ли он физически, морально, ментально, технически к играм на уровне NBA И вообще, знаете ли, любое ваше мнение приветствуется ниже, в комментариях Поэтому пишите его, не стесняйтесь А у меня же на сегодня все Большой палец вверх, если видос вам понравился Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok